Это самые сложные вещи, которым можно научиться во всём мире. Сегодня у нас вот такой вот экспериментальный ролик. Мы будем смотреть на вещи. Вот, например, первая вещь. Приготовить омлет. Это самый лёгкий завтрак, который можно приготовить. И только 75% населения планеты могут это сделать. Вы, кстати, можете написать в комментариях, вы умеете делать омлет или нет. В принципе, если бы мне было очень сильно нужно, я бы точно смог. И по ходу этого ролика мы будем узнавать вещи, которым может научиться всё меньше и меньше людей. Вот, например, следующий слайд. Сделать фокус. Это не обязательно должен быть трюк с кроликом, магия доступна каждому. И только 70% людей могут это сделать. В принципе, фокусы я делать умею. Много умею делать фокусов с карточками. Вот такой вот фокус. Это считается или нет? Или вот такой. Вообще, я помню, что раньше в детстве хотел стать фокусником. Ну, прикиньте, это же вообще прикольно. Ты знаешь очень много разных приколов и просто всегда можешь что-то показать. Потому что однажды у нас на корпоративе был фокусник, который мог заставлять карту летать вокруг себя. И никакой лески не было. Я до сих пор не знаю, как он это сделал. Ладно, хотите фокус? Вот прямо сейчас. Загадайте цифру от 1 до 10. Прямо сейчас подумайте об этой цифре. Писите название этой цифры у себя в голове. От 1 до 10. Вы готовы? Я ее сейчас угадаю. Вы можете написать об этой цифре в комментариях, а я прямо сейчас ее говорю. 7. А? Угадал? Надеюсь, что да. Ну, а мы смотрим следующую вещь. Играть в шахматы. Ребята, здесь я точно попался. Потому что я не умею играть в шахматы. И только 68% населения Земли умеет это делать. Блин, я вообще, я всегда хотел научиться играть в шахматы, но никогда не получалось. Вообще говорят, что дота это вторая шахмата. И поэтому, как бы, я в теории, ну, так, умею играть. Но именно в игру с фигурками я точно играть не умею. Я только знаю, что конь ходит буквой Г. Это я знаю. Капец, 68% умеет. А я не умею. Я, получается, вот в 32% хожу. Я просто бездарь. Я не умею играть в шахматы. Ха-ха. Возможных игр в шахматы больше, чем атома во вселенной. Чего? А, типа, ходов. О, мой гад. Это очень жестко. Это что за информация? Она мне сейчас просто мозг взорвет. Можно просто его достать и выбросить. Ладно, это первая вещь, которую я действительно не умею делать. Давайте идти дальше. Рассказывать истории. Отличная история обычно развивается к середине морали. 65% людей могут рассказывать истории. Ну, здесь, конечно, это мое ремесло. Если что-то нужно рассказать, всегда в компаниях это делаю я. Потому что, ребята, истории это мой конек. Я еще в голове немножко преувеличу. Где-то что-то додумываю, что было интересно слушать. Вообще, я всегда очень неплохо рассказываю истории. Поэтому я вхожу в эти 65% уверенно. А вот, например, у меня Вика. Она, ну, не умеет нормально рассказывать истории. Она всегда стесняется, боится какого-то порицания. То, что ее не поймут или какую-то шутку не поймут. И она всегда любит слушать. И поэтому мы с ней соединились. Я и Вика. Потому что я человек, который говорит. Она человек, который слушает. Дальше только 46,6% людей могут это сделать. А именно подписаться на канал. Вы посмотрите сюда. 53,4% смотрят ролики без подписки. Алло. Ну, ребят, я верю в ваши возможности. Вы можете это делать. Просто возьмите и подпишитесь. Кнопочка снизу. Если вы смотрите с телевизора, тоже ничего сложного нет. Просто нужно поискать кнопку подписаться. Сделайте это уже наконец. Войдите в эти 46%. Чего вы как лузеры какие-то в 53 входите. Давайте, я вас верю. Подпишитесь. Выучить второй язык. Это произойдет впечатление на местных жителей во время отпуска. И позволит завести новых друзей. 43% могут это сделать. На самом деле, да. Языки учить это очень сложно. Я в свое время учил польский. 5 занятий буквально и все. Бобер. Я только таке знаю польские слова. Вообще нет. Но я и могу немного понимать. Но это прям сложно. Я в принципе реально старался выучить язык. Но я так понимаю, что здесь говорится именно про идеальное усвоение языка. Но тогда я знаю только русский нормально. И то не идеально. Дальше мои познания заканчиваются. То есть я как бы могу себя отнести в эти 43%. Но очень-очень сомнительно. Я кстати знаю чувака, который учит китайский. Просто берет и учит китайский. Как это возможно? Миллиард троглифов. Что я сказал? Непонятно. Языки учить это полезно. Но вы заметили, как мы быстро перебрались к 43%. Начинали с 75%, а сейчас уже 43%. Меньше половины населения планеты могут выучить второй язык. Это жесть. Идем дальше. 42% сделать оригами. Оригами это искусство складывания бумаги. Это часто ассоциируется с японской культурой. Это я могу. Ребята, оригами это мое все. Раньше я действительно много складывал оригами. Сейчас, наверное, я уже ничего не вспомню. Но я вхожу в эти 42%. Я умею делать оригами. Идем дальше. Битбоксинг. Ну, я скажу, что я не умею. Ну, как бы я умею. Но я тут такой. Буду скром. 40% людей могут сделать битбоксинг. Это реально удивит всех на любой вечеринке. Нет, если вы на вечеринке решите подбитбоксить, с вами никто больше общаться не будет. Ребят, битбоксить это... Ну, это нужно в определенных кругах. Не слушайте, что здесь написано, реально. Но то, что только 40% это могут сделать, я, в принципе, поверю. Потому что, ну, много кто не умеет. С первого раза. Соло. Погнали дальше. Я просто пернул, что он переделает. Погнали дальше. 38% людей нарезка лука. Вам не нужно делать это супер быстро, как ивлев. А, это этот повар. Или вы можете порезаться. Ну, в принципе, все понятно. 38% людей могут нарезать лук. Но я так понимаю, нарезать его идеально кружочками. Честно скажу, я плохо нарезаю лук. Я вообще все овощи нарезаю просто. На кубики, в тарелку, сметаной залил и съел. Идеальный салат. Поэтому здесь я, наверное, в эти 38% точно не вхожу. Потому что для меня любая нарезка, это очень сложно. Блин, уже так мало процентов людей способны это сделать. Вот мы идем вот все глубже и глубже. Это очень жестко. 35% людей могут делать это. Красивый почерк. Если ваш почерк плохой, вы можете научиться печатать действительно быстро. А, ну типа шутка в том, что вы должны печатать на клавиатуре, если у вас плохой почерк. Ладно, это понятно. Но я, признаюсь честно, почерк у меня просто ужасный. Когда я даю автографы на автограф-сессиях, я всегда извиняюсь перед людьми. Говорю, ребята, сори, у меня вот такой почерк. Я еще и левша, я плохо пишу. А когда ты пишешь левой рукой слева направо, то ты не видишь, как ты пишешь. То есть, понимаете, вы пишете букву и она сразу пропадает. Поэтому почерк у меня ужасный. Он у меня всегда волнистый. Вот, например, я пишу слово привет. Я пишу его примерно вот так. Я никогда не отделяю буквы и всегда пишу вот так вот прописными. Но у меня ужасный почерк. Доктор, 30% экономия денег. Только 30% людей имеют накопительное сбережение. Ребята, я вхожу в эти 30, я всегда коплю, я ничего не трачу. Я всегда просто как барсук или белка. Я просто набираю все скопления и несу и храню их. Я вообще всегда боюсь тратить деньги, потому что я думаю, а если они когда-нибудь закончатся, нет? Мне должно хватать на несколько лет вперед прожить. Я живу так уже несколько лет и у меня всегда должны быть деньги на последующие траты, понимаете? Типа я пару лет могу прожить вот прямо сейчас вот так вот. Мне все отключают и я такой спокойно работаю. Но это если мы говорим про накопление, если мы говорим про именно экономию, ну блин, это сложно, да. Скорее я неэкономный, но я к этому стремлюсь. Либо нужно просто зарабатывать так, чтобы не экономить, тут тоже непонятно. 28% могут это сделать, разбить яйцо одной рукой. Вы можете сделать беспорядок в первый раз, но это обязательно впечатлить любого. Но я так понимаю, это когда повара профессионально берут, так разбивают и прям одной рукой достают яйцо. Да, это реально прикольно. Я, по-моему, в жизни пару раз такое видел, когда именно профессиональный повар это делает. Это очень прикольно, потому что все наши мамы, папы, бабушки, дедушки, они разбивают сначала яйцо и потом двумя руками ее расколупливают. А можно это делать профессионально одной, и это очень красиво выглядит. Я так сделать точно не могу. 24% могут сделать это. Жонглирование, все. Даже могу дальше не читать, 100% я не умею жонглировать. Я пытался научиться, реально, я делал эти практики, там, тренировался, подкидывал эти шары. Но это невозможно, невозможно. Unreal, лично я точно не способен этого сделать. 22% людей могут сделать тасование карт. Имеется также много продвинутых техник, которые вы можете изучить. То есть, подождите, всего лишь 24% людей умеют жонглировать, а тасовать карты 22? Как-то мне в это слабо верится. По-моему, это какой-то бред. Или тасовать карты именно по-красивому, знаете, типа там, чтобы карты перелетали с одной руки на другую и так далее. Если имеется в виду такое тасование карт, то мне кажется, даже 22% людей вряд ли могут это сделать. Но я вам могу показать, как я тасывал карты? То чувство, когда захотел красиво перекартывать карты. А следующую вещь могут сделать только 20% людей. Свистеть пальцами. После освоения этого навыка вы можете учиться играть на ручной флейте. Подождите, свистеть пальцами это типа... Не получается, ребята. Погодите, что? Как это делать? Свистеть пальцами я не умею, но зато я умею свистеть вот так. На самом деле, реально очень много людей просто банально не умеют свистеть. Алло, ребята, это же легко. Я не говорю про свистеть пальцами, потому что действительно только 20% людей умеют это делать. Но просто научиться свистеть это изи. Я, кстати, реально никогда не задумывался, свистеть это же очень сложно. Ну, именно научиться. Но с этим все понятно. Можем идти дальше. 19% людей могут сделать занятия боксом. Никогда не знаешь, когда вам нужно будет защитить себя. То есть научиться нормально боксировать могут всего лишь 19% людей. Это очень мало. Я ходил на карате, у меня раньше был поставленный удар. Сейчас, наверное, я все эти навыки растерял. Ну, а все, что касается бокса, я вообще от этого максимально далек. Я только знаю, что если бьешь с левой, то попадаешь в печень. Это максимум, что я знаю из бокса. Всего лишь 19% людей. Обалдеть, это очень мало. Ну, а давайте посмотрим, что у нас дальше. 18% людей. Смешивание коктейлей. Old Fashion. Один из самых сложных коктейлей для изучения. То есть, в принципе, делать хорошие коктейли могут всего лишь 18% людей. Я думаю, что это близко к правде, потому что действительно уметь делать так, чтобы это было вкусно, освежающе и прекрасно, это очень сложно. Ну, а дальше у нас 17,5% выучить английский язык. Английский язык сложен. Много странных правил и исключений. Да, на самом деле, английский язык, это очень трудно. И выучить его в идеале, я даже не представляю, как это. Это просто невозможно. Я так считаю. Ну, и русский выучить, это тоже. Нифига себе. 17% людей. Вождение автомобиля. Это важная часть жизни. Многие используют автомобили как повседневный транспорт. Только 17% людей. Мне кажется, что это какой-то... Хотя нет, у меня много людей, у которых даже прав нет. И еще больше людей, у меня у которых есть права, но они почему-то не катаются. Поэтому, возможно, действительно, вождение автомобиля, это сложно. Даже у нас на офисе, только я и еще один человек умеет водить. А остальные два не умеют. Возможно, цифра в 17% это правда. Идем дальше. 16% ездить на одном колесе. Что? На самом деле, это довольно просто. Используйте тормоз как баланс. Так, не надо тут учить таким вещам. Это действительно трудно. И когда я вижу, что кто-то ездит на одном колесе, на мотоцикле, это же вообще... Это как? Это нереально. И только 16% людей могут это сделать. Жестко. Это реально жестко. Я не представляю, как они это делают. Я этого делать не умею. Также 16% людей могут крутить баскетбольный мяч на пальце. И тут говорится, что мировой рекорд это 11 минут и 22 секунды. Вот так вот крутить баскетбольный мяч? Реально 11 минут, это очень много. Я точно так делать не умею, поэтому можем идти дальше. Тут даже разговаривать нечем. И еще не 16%. Капец, как много, да, 16%. Мандаринское наречие китайского языка. Мандаринский китайский язык самый сложный язык в мире. Ну, что тут говорить? Я даже не знаю, что вам сказать. Я и на китайском просто разговаривать не умею. А тут говорят, какой-то мандаринский есть. Что это такое? Я думаю, что тут можно циферку 1 убрать и просто ставить 6%. Я думаю, что они не ошибутся. 15% людей катание на лыжах. Самы в Финляндии катаются на лыжах уже почти 8000 лет. То есть где-то в Финляндии это действительно является каким-то обрядом, знаете, кататься на лыжах. Я вхожу в 15%. Я умею кататься на лыжах и научился я это делать с первого раза. У нас были съемки. Мне говорят, Глентик, нужно просто встать и поехать для кадра. Я встал и поехал. Реально очень быстро научился. Поэтому я вхожу в 15%. На лыжах кататься я точно умею. 14% программирования. Чего? Я в шоке. 14% людей могут программировать. Самые распространенные языки программирования Python, Java и C Sharp. Блин, ну слушайте, да, действительно сложно. Программирование это такая штука. Тебе нужно понять, как думает не твой мозг, а как думает компьютер. И его обучить правильной программе. Действительно, это очень сложно. Я пытался научиться программировать на Python. Это один из самых легких языков для изучения. Но даже там, ребята, я только могу вывести фразу Hello World. Это я умею. Идем дальше. 14% людей могут сделать это. Замена машинного масла, ребята. Соло просто. Я с батей много раз это делал. Я умею. Когда вы освоите этот навык, это займет у вас 30 минут. Да, согласен. Заменить машинное масло, это не настолько сложно. Но нужно сделать это качественно. Потому что если сделаешь это плохо, ну машина все. И все. И Бэха, и восьмая просто встала. И ты смотришь на нее и плачешь. Реально. Она не едет. Не, на самом деле в Бэхе еще сложнее заменять масло. Там мотор где-то сзади. Ой, ладно. Все. Короче, действительно это сложно, но научиться этому возможно. 13% людей могут научиться взламыванию замков, ребята. Не используйте это для плохих целей. Тут даже прям красным написано. Если хотите попробовать, купите набор для практики. Так, я не хочу этого учиться. Это что-то, знаете, такое странное. Если люди будут знать, что ты умеешь взламывать замки, то когда у кого-то что-то украдут, это сразу. Ну он, он, он умеет взламывать. Вот это вот его. Идите и прикрывайте. Поэтому 13% это, наверное, действительно близко к правде. И только 13% людей могут этому научиться. Обалдеть. Идем дальше. 12% людей. Футбольный трюк эластика. Так, вы сейчас видите, как это происходит. Я даже не представляю, как это выглядит эластика. Прием, который придумал японско-бразильский футболист Серджо Этиго. Ну, футбольный трюк я делать не умею. Идем дальше. Стойка на руках. Раньше я умел. Когда ходил на брейк-данс, я раньше умел стоять на руках. Начинать можно с помощью стула. Он может помочь выполнять стойку на руках без помощи. Ага, понятно. Ну, стоять на руках это просто ловить баланс, ловить дзен, понимать, куда твое тело отводит и подруливать руками. Раньше я это делать умел, но сейчас нет. Ну, и только всего лишь 11% людей на земле могут этому научиться. Поэтому, как бы, да, сложно. Стоять на руках это реально сложно. 10% могут сделать шпагат. Покажи. Я шпагат. Ну, не умею. Я могу на руках шпагат, видите? Мой ручной шпагат. Ну, со шпагатом реально проблемы. Ну, мне кажется, но это невозможно. Все, кто у меня делают шпагат, они, ну, это какие-то вот люди, у них другой драйвер установлен, у них просто тело по-другому работает. Потому что если я сяду на шпагат, меня в этом же шпагате и похоронят. Потому что меня уже, ну, не соберет. Ребята, дальше идет 8%. Механическая коробка передач. Ну, я на ней учился, ребята. Ну, это легко. Это изи. Езда на механической коробке передач не такая сложная, как кажется на первый взгляд. Согласен. Просто нужно выработать правильный алгоритм действий. Понимать, куда ножка должна стать и так далее. Машину просто нужно чувствовать. Машина это душа, понимаете? То есть вы берете, вот садитесь на свою ласточку. Первую передачу втыкнул. Сцепление отпускаешь. Газку поддаешь. Потом бам, на вторую переключаешься и поехал. На самом деле, просто нужна практика. Научиться этому легко. Но только, видите, 8% могут это сделать. Ну, мне кажется, это из-за того, что очень много людей сейчас пересаживаются на автомат. Поэтому механика уже никому не нужна. Но я умею. 7% людей могут запоминать алфавит наоборот. Это не очень полезный трюк. Только если вы не хотите произвести впечатление на учителя. Так, алфавит наоборот. Я даже... Подождите, стоп. Наоборот? Я, мне кажется, реально не могу сделать это просто вот слева направо. А, Б, Г, Д, И, О, Ж, З, И, Кратко, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Щ, И. Ну, все. Это реально бесполезный лавок. Этому даже не надо учиться. Алфавит проходили в первом классе. Дальше все, забыли. 6% людей могут взломать компьютер. О, быть хакером. Действительно, это очень-очень сложное ремесло. Быть хакером. Там взломать какие-то системы. Самой популярной взломой является социальной инженерии. Которой, по сути, обманывает людей. Ну, да. Ты просто входишь человеку в доверие. Говоришь, там, скинь свой пароль. Привет. Там, я вообще твоя троюродная тетя от двоюродного брата. Я жена сестра отца. И как-то потихонечку входишь в доверие. И, ну, хакаешь. Ну, не. Это... Такое нам не нравится. Это действительно должно быть призвание. То есть ты должен этого хотеть, чтобы научиться. И только 6% людей со всего земного шара могут это сделать. Дальше у нас идет вождение мотоцикла. Считается, что ездить на мотоцикле легче, чем на автомобиле. Но опаснее. Слушайте, ну, я не верю, что именно 6%, мне кажется, больше людей. Просто многие этому не учатся, потому что им это не надо. Ну, а реально зачем? Вот у меня был скутер, я научился за минуту, наверное, кататься. А если у тебя нет скутера и нет мотоцикла, то зачем тебе этому учиться, правильно? Поэтому здесь, возможно, цифра верная. Но люди этому не учатся, потому что им это не надо. Еще не 6%. Крафт-мага. Крафт-мага. Это система самообороны и борьбы, разработанная силами обороны Израиля. Крафт-мага вы прямо сейчас видите на экране. Я даже не представляю, что это. Но очень похоже на какое-то карате, судя по картинке. Ну, это интересный факт. Я точно крафт-мага делать не умею. 5,8% могут решить кубик Рубика. Это улучшает ваши когнитивные способности и двигательные навыки. Я как бы вхожу в эти 5,8%. Да, я умею собирать кубик Рубика, но по определенной системе. Потому что если собирать это математическим способом, это просто мозг может взорваться. Но в целом я собрать, если что, могу. Арабский язык могут выучить всего лишь 5,7% населения планеты. В арабском языке используются другие символы, чем в большинстве языков. Ну да, тут все понятно. Выучить арабский, наверное, это сложновато. Это именно, чтобы тоже в идеале 5,7% это правдивая цифра. Идем дальше. 5,2%. Пилотирование дрона. Некоторые используют дроны для кинематографии, некоторые просто для развлечения. Ну, летать на дроне, да, могут немногие. Поэтому 5,2% это правильно. И я бы сказал, что скорее я этого делать не умею. 5% могут использовать фотошоп. Это мы можем. Это я, я умею. Вы почувствуете гордость, когда научитесь фотошопу и, возможно, заработаете денег. Фотошоп это my life. Я давно уже пользуюсь фотошопом. Поэтому я в эти 5% вхожу. 4,3% могут сделать это. Скалолазанье. Убедитесь, что имеете все необходимые оборудования для безопасности, прежде чем пытаться. 4,3% это очень мало. Ну, я, по-моему, ни одного скалолаза в своей жизни не встречал. Не то, что даже знакомого вообще. Не знаю. Скалолаза. Очень мало людей занимает скалолазанием. Идем дальше. 4% видеомонтаж. Ребята, просто сзади меня сейчас должен быть взрывать. И все. Я больше ничего не придумал. Вы можете продавать свои услуги на многих сайтах и зарабатывать деньги. Да, расскажете. Ну, да, да, ничего вы не можете, ребята. Монтаж это сложная штука. Если вы ее освоите, то это, в принципе, полезно. Только 4%. Обалдеть. Я что-то даже немножко горжусь сейчас собой. Сальто назад. Тоже могут сделать только 4%. Мировой рекорд это 34 сальто назад подряд. 34! Если с батута, то я могу одну сделать. Если с земли, то я просто голову себе расшибу. Поэтому скорее я в эти 4% не вхожу. А у меня был друг, он реально мог сальтухи делать бесконечно. Вот он стоял. Если была какая-то горка. Ну, именно, знаете, чтобы был какой-то наклон. Он вообще мог реально крутить и крутить эти сальтухи. 3,5% могут делать танцы на пилоне. Вам нужны сильные мышцы спины и хорошая техника. Так, ну, тут, в принципе, нечего комментировать. Я умею. Ну, я могу. 3% могут играть на гитаре. Блин, ребята, игра на гитаре, это на самом деле очень, очень непонятно. Я всю жизнь хотел играть на гитаре. Я маму умолял купить гитару. Пожалуйста, пожалуйста, купи гитару. Мне купили гитару. Я сходил на 2 занятия. И продал гитару. Я реально всегда хотел научиться это делать. Ну, почему-то вот не получилось. Поэтому, если вы начинаете учиться играть на гитаре, сделайте максимум, чтобы потом удивлять своих друзей. И создавать настроение. Потому что, ну, играть на гитаре, это же лютый плюс вайп. Ты просто приходишь на вечериночку, берешь гитарку и начинаешь. Бам-бам-бам-бум. И все, люди уже около тебя тусят. Все заказывают песни. Все тебя любят. Поэтому, да, только 3%. Обалдеть. Я в эти 3% не вхожу. 2,5% могут порвать книгу. Вам не нужно быть сильным. Все дело в технике. А, именно вот так вот, целиком. Это нужно приложить реально много усилий. Если толстая книга. И дело в технике, тут говорят. Я такого делать не умею. 2% могут сделать человеческий флагшток. Для этого вам нужны сильные мышцы. А, типа как флажок. На районе так называлось. Идешь мимо турников, и кто-то, если флажок делает, это уважаемый чувак. Да, это очень сложно. С моим пузом, я думаю, что я быстрее этот флагшток сломаю. Я так делать не умею. 1,5%. Игра на пианино. Компанелло считается одной из самых сложных для игры. Так, компанелло. Дайте послушать как это. Ого! Ой-ой-ой, это жестко! Я теперь понимаю, почему это самое сложное для игры. Сейчас у нас было 1,5%. Сейчас 1,2%. И это дрифт. Вы должны быть действительно смелым, чтобы научиться этому. Да, дрифт это опасная штука. Можно расшептить себе голову, разбить машину. И научиться дрифту могут только 1,2% людей. Дрифтить это реально трудно. Контролировать там машину. Это тяжело. 1% людей могут писать обеими руками. Для этого нужно тренировать свой мозг или быть талантливым от природы. Слушайте, раньше я умел. То есть я левый пишу в тетрадке, правый на доске. Талант пропал. Талант просто исчез, потому что писать я перестал. Но так в целом я умел. Поэтому я могу чуть-чуть посчитать, что я вхожу в этот 1%. Но я даже никогда не встречал человека, который может писать и так, и сяк, и вообще. Чтобы для него это было легко, такого я не видел. Действительно, это очень редкий навык. 0,6% могут это сделать. Выучить латинский язык. Латинский, несмотря на вымерший язык, все еще используется в науке. Блин, ну это жестко. Латинский язык, я даже не представляю, как он даже звучит. Это что, латинский или нет? Не знаю. Но латинский выучить это действительно трудно. Можем идти дальше. 0,01% что? Сразу вот так вот приручение тигра. Вам нужно кормить его минимум 7 килограммами мяса в день, или он может принять вас за еду. Блин, приручить тигра. Хотя я тигра гладил, и он был прирученный 2 раза. 3 даже в своей жизни я гладил тигра. Ого. Да, на самом деле тигр это жесткий, огромный хищник, который хочет мяса. И чтобы он тебя слушал, это я не представляю, что нужно сделать. И только 0,01% людей могут приручить его. Ну, я думаю, остальное просто их он съел, и все, даже нет смысла пытаться. Редактор субтитров А.Семкин